Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами урок внегласного чтения Дмитрий Наркисович мамин сибиряк, серая шейка. А начнем, ребята, мы с вами с проверки домашнего задания. Вам задали составить пять вопросов по роману Робинзон Крузо, которые еще не встречались на прошлом уроке. Я думаю, вы составили следующие вопросы. Сколько смог изготовить Робинзон Крузо досок из одного дерева? Да, ребята, из одного дерева в первобытном способе обработки он смог изготовить одну доску. Что в первую очередь смастерил Робинзон Крузо для обустройства жилья? Да, ребята, стол и стул. Как обустроил свой погреб Робинзон Крузо? Он из длинных досок приладил несколько полок одна на другой. Что он положил на эти полки? Да, он разложил на них инструменты и гвозди. Как использовал Робинзон Крузо стены погреба? Верно, он вбил колышки и развесил на них свое оружие. Итак, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк родился 6 ноября 1852 года в Пермской губернии в семье бедного заводского священника. Настоящая фамилия Мамин. Получил начальное домашнее образование, затем учился в Весимской школе для детей-рабочих, позднее учился в Екатеринбургском духовном училище в Пермской духовной семинаре до 1872 года. Мамин-Сибиряк, ребята, написал более 140 произведений для детей разного возраста. Его называли писателем-педагогом. Птиц, ребята, на земле очень много. Они все разные. Есть красивые и невзрачные, певчие и безголосые, большие и маленькие, перелетные и оседлые. Перелетные птицы – это те птицы, которые не находят, ребята, поздней осенью и зимой себе корм и улетают на юг, где много корма. Дикая утка обитает неподалеку от пресных, слабосоленых водоемов, кормится, выбирая из воды растения и мелких животных. Основа рациона дикой утки составляет, ребята, растительная пища и насекомые, мелкая рыба, лягушки. Итак, урок внеклассного чтения Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк «Серая шейка». Познакомься, ребята, с произведением. Весной к выводку подкралась лиса и схватила утенка серую шейку. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крыло у серой шейки оказалось сломанным. Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь и имели серьезный озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст. Верста, ребята, это мера длины равная 1067 метров. Верстой также называли верстовой столб на дороге. Верстовые столбы красили косыми полосками, белыми и черными. Старая утка, ввиду близившейся разлуки, относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. «Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь серую шейку», — повторяла утка со слезами. «Ведь вы весну вернетесь?» — спрашивала серая шейка у матери. «Да, да, вернемся, моя дорогая, и опять будем жить все вместе». Наступил роковой день. Ребята, роковой день — это решающий день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Серая шейка держалась в стороне от косяка, как чужая. У старой утки избалилось все сердце, глядя на бедную серую шейку. Косяк, ребята, — это стая птиц, летящая углом. «Ну, трогай!» — громко скомандовал старый вожак. И стая поднялась разом вверх. Серая шейка долго провожала глазами улетавший косяк. Река, на которой осталась серая шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. С продолжением данного рассказа, ребята, вы познакомитесь на следующем уроке. А теперь ответьте мне на мои вопросы. Кого называли серой шейкой? Да, ребята, серой шейкой называли уточку серой шейкой. Почему серая шейка не могла улететь со стаей? Да, ребята, весной лиса подкралась к серой шейке и сломала крыло. Какие чувства испытывала серая шейка, оставшись без родных? Серая шейка испытывала чувство страха и одиночества. Ребята дома, в книге «Внеклассное чтение» вы прочитаете странички 132-138 и кратко перескажете первую часть рассказа. Спасибо большое за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин